Всем добрый день, меня зовут Елена Заплохова, я педагог-психолог. И сегодня я хотела бы ответить тоже на очень распространенный вопрос, который задают часто мамы, которые воспитывают сыновей. Как же вырастить из него настоящего мужчину, спрашивают они. Как сделать так, чтобы он был действительно мужчиной, чтобы он в будущем взял ответственность за свою семью, чтобы он был главой для своей семьи и так далее. И я, как мама четырех сыновей, хотела бы сегодня поделиться несколькими секретами. Озвучу сегодня шесть таких важных принципов, которые я вижу важно применять в отношениях с сыновьями. И прежде всего я хотела бы начать с того, что если вы воспитываете ваших сыновей вместе с супругом, если есть папа, то важно жене, маме не подрывать авторитет отца. Это очень важно. К сожалению, такое бывает, когда мама объясняет что-то собственному сыну в присутствии папы, может быть, наоборот, в его отсутствии, она занижает авторитет папы и тем самым дает понять ему, что тебе не нужно ориентироваться на папу, делай так, как я тебе говорю. Если папа что-то не разрешил, ну я тебе разрешаю. Или наоборот, папа тебе разрешает, ну я против. И вот такими какими-то словами, действиями мы иногда в глазах сына, подрывая авторитет отца, делаем на самом деле плохой вклад в его будущее. Почему? Потому что всегда сыновья, они себя ассоциируют с папой. То есть они понимают, что я однажды стану мужчиной и стану таким, как папа. И если мама не уважает мнение папы, соответственно, что мне тоже в будущем не стоит полагаться на свое мнение. Мне стоит полагаться на мнение женщины, с которой я буду жить. Ну, к примеру, когда он женится. Поэтому очень важно, если вы хотите, чтобы авторитет отца рос в глазах сына, это очень важно, чтобы сын тоже доверял и уважал собственного отца. Это будет формировать, безусловно, его мужественность. Далее, второе. Очень важно уважать выбор вашего сына. В самых маленьких лет, когда ваш сын спрашивает, задает вопросы, или, например, он хочет сделать по-своему, он говорит, «Мама, а можно я пойду в садик в красной кофте? Или мне одеть зеленую?» И вы тут спрашиваете или говорите в ответ, «Какую ты хочешь, такую одевай. Вот как ты считаешь нужным, так и сделай». «Мне интересно то, как ты хочешь». «Мне интересно знать, как ты хочешь, как ты желаешь». И сын, на самом деле, с маленьких лет обращает на это внимание, и он понимает, что с моим мнением считаются, что мое мнение, оно интересно окружающим. И смотрите, когда мы даем выбор своему сыну, мы тем самым говорим, что ты силен, ты можешь сделать правильное решение, у тебя есть на это потенциал, и ты можешь, на самом деле, принимать такие решения, которые приведут к успеху в твоей жизни. То есть мы вселяем в него уверенность, его самооценка, она становится здоровой. В будущем, когда он уже школьник или подросток, он, например, думает, советуется с вами, озвучивает и спрашивает, как же ему поступить. И вы задаете вопросы и говорите, «А как ты сам бы хотел, да? Вот ты какой хочешь изучать предмет, английский язык или немецкий?» Сын объясняет свою точку зрения, и вы говорите, «Дорогой сынок, вот что бы ты ни выбрал, я буду уважать твой выбор». И поверьте, это очень ценно в глазах вашего сына будет, и в будущем это будет также формировать его мужественность. Третье, что тоже очень важно, это просить о помощи. На самом деле нам, мамам, нужно этому учиться. Очень часто мы своей заботой делаем так, что ребенка долгое время ни о чем не просим. То есть мы стараемся позаботиться обо всем, о порядке, о чистоте, о том, чтобы были сделаны уроки. Иногда даже, я знаю, мамы делают уроки со своего сына. На самом деле важно, чтобы мы, как женщины, мы прежде всего имеем несколько ролей, хоть мы и мамы, но мы остаемся женщинами, чтобы мы просили о помощи, чтобы мы говорили, что мне важна твоя поддержка, мне важна твоя помощь, не мог бы ты взять мою сумку подержать, не мог бы ты мне подать стакан воды, не мог бы ты посмотреть за младшим братом. Дорогой, проконтролируй, что ты здесь делай и так далее. И когда ребенок слышит наши призывы о помощи, если у нас при этом есть с ним хорошие, крепкие, дружеские отношения, то, поверьте, он испытывает радость, когда он оказывает нам помощь. Ну и, конечно же, поблагодарите обязательно, когда ребенок это сделал, когда он что-то сделал для вас полезно. Это тоже очень важно. Также четвертое. Важно нам научиться терпеливо ждать. Вот здесь многим нам иногда не хватает терпения. Когда ребенок говорит, мам, подожди не сейчас, я сейчас не готов тебе дать ответ. Или он, например, говорит, мама, я это не хочу, можно я сделаю это через час? И тут в нас включается строгость, иногда мы начинаем злиться, говорим, нет, прямо сейчас, сделай ты сейчас и точка. То есть мы начинаем давить. И вот такая здесь тонкая грань между тем, чтобы не потерять авторитет в глазах ребенка. Если действительно о чем-то мы договорились, то, конечно же, чтобы ребенок это сделал вовремя. Но в то же время нам нужно учиться терпеливо ждать. Тем самым, что мы делаем? Мы уважаем его позицию. Мы проявляем уважение. Мы говорим, хорошо, ты сейчас не готов? Когда ты будешь готов дать мне ответ? Он говорит, мам, я подумаю, через 15 минут я тебе скажу. Ну, если вы имеете дело, допустим, со школьником, да, или с маленьким ребенком. Мам, я сейчас не хочу убирать игрушки. Хорошо, когда ты сможешь убрать игрушки? То есть мы проявляем терпение и, опять же, уважение. И это тоже является вкладом в развитие его мужественности. В будущем он будет понимать, что моя позиция, моя точка зрения, я имею на нее право. И когда, смотрите, мы не уважаем, да, выбор ребенка, когда мы не ждем, когда мы давим на ребенка, то, да, тем самым мы говорим, нас не интересует, что ты думаешь. Нам не интересно вообще твое мнение и так далее. Сделай прямо сейчас. И мы тем самым, что мы подавляем его личность, да, его самооценку занижаем. Пятое. Важно верить в его силы. Вот поверьте, мама – это тот человек, который может очень много сделать своими словами в адрес собственного ребенка, собственного сына. Она может поддержать его и словами просто сделать так, что у сына вырастет крылья. Очень важно верить в вашего ребенка. Очень важно, чтобы вы проявляли это, не только думали внутри, ой, какой же у меня хороший ребенок. У него все обязательно в жизни получится. Но чтобы вы также озвучивали это в жизнь вашего сына. Чтобы вы говорили, какой он славный, какой он одарованный, да, какой он сильный. Что у него обязательно получится, чтобы он не боялся идти вперед, чтобы он не боялся делать незнакомые вещи. Допустим, он идет первый раз в магазин, и мы говорим, сынок, у тебя обязательно все получится. Иди подойди к продавцу, отдашь денежку, скажешь мне макароны, и потом скажешь, не забудь сказать спасибо, у тебя обязательно получится, я верю в тебя. И вот поверьте, вот эти слова, слова в то, что вы верите в ребенка, слова в то, что он сможет, они сеются в него. И в будущем он будет накапливать эту уверенность в себе. Он будет понимать, что я могу. Я смогу поступить в университет. Да, у меня может быть не очень высокие баллы, но я смогу. Я знаю, что в меня верят, у меня есть тыл. И он будет верить в самого себя. Это очень важно. И, конечно же, происходит, ну, можно так сказать, совершенно другой эффект, когда мы говорим слова не поддержки, а слова разрушения. Когда мы говорим, что у тебя ничего не получится, ну, ты же ленивый, ну, вот у других получится, а ты ничего не делаешь. Или мы, допустим, говорим, что вот другие дети, как дети, смотри, они спортом занимаются, у кого-то уже медали, а ты никуда не хочешь ходить. Такими словами, на самом деле, мы убиваем, и мы говорим о том, что ну, ты пустое место, у тебя ничего в жизни не получится. Поверьте, эти слова очень сильно, пагубно влияют на будущее жизни мужчины. Поэтому желаю нам мудрости, чтобы мы говорили правильные слова. И шестое. Еще я хотела бы говорить о том, что нам важно не проявлять жестокость по отношению к нашим сыновьям. Иногда мама, она может перегнуть палку и наказать ребенка физически, да, наказать его словами, начать манипулировать или давить на него. И знаете, это очень сильно занижает самооценку. Это подавляет личность будущего мужчины. А мы все знаем, что мужчинами становится, не когда исполняется 30 лет, мужчинами становится постепенно, да, буквально с маленьких лет мы формируем в наших сыновьях эту мужественность. Он постепенно, шаг за шагом, идет к тому, что однажды он станет мужчиной. И если мы с малых лет подавляем, жестоко обращаемся с ним, говорим очень жесткие слова в его адрес, тем самым пытаясь вызвать в нем какой-то положительный эффект, на самом деле мы делаем очень неправильные вещи. Почему? Потому что в будущем это вырастет неуверенный в себе мужчина, подавленный, который будет наполнен, скорее всего, непрощением, горечью, неуверенностью в себе. И такой мужчина, он на самом деле будет потерян. Потерян не только в семье, в которой он создаст, да, если он ее сможет создать, но также и в обществе. Сегодня, к сожалению, это очень распространенное явление, когда мы видим мужчин потерянных. И я желаю всем нам понимать, осознавать всю ответственность, что мы, как мамы, да, и отцы, конечно же, безусловно, тоже играют огромную роль. Но мама, она может, что, подпитать своего будущего, скажем так, сына, да, который станет будущим мужчиной, и сказать о том, что «И я верю, ты сможешь, ты молодец, у тебя все обязательно в жизни получится, у тебя будет замечательная жена, которая будет тебя любить, ты будешь замечательным мужем и отцом, потому что в тебе есть этот потенциал, и все будет хорошо. Если что, знай, что я рядом». Подписывайтесь на наш канал, ставьте свои, оставляйте комментарии, лайки. Мы будем рады ответить на вопросы. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok